У каждого полотна в этом зале своя история. С просьбой нарисовать казака Якова Ивановича Кашубу по фото к саровчанину Александру Мальникову обратились в интернете. Изображение было нужно для мемориальной доски. Но на фото Кашуба был совсем юным. Художника попросили его немного состарить. Так появился экспонат выставки. На полотнах изображены не только исторические личности, но и современные казаки. К примеру, Андрей Зяблов со станицы Пашковской. Человек, который делает кинжалы, шашки в серебро, своими руками все делает, черкески шьет, чевяки, ноговицы. Я ему на день рождения посылал, вроде как похож. Понравилось. Портреты представителей российского казачества Андрей Мальников начал писать еще в школе. Увлечение этой самобытной культурой пронес через всю жизнь. Пишет в графике карандашом и мелом на бумаге для пастели. Самые любимые работы художника – полотна с изображением юных казаков. На холстах он старается изобразить сюжеты. Увидеть их зрителю просто. Нужно лишь использовать немного фантазии. Вдохновение может прийти в любой момент, признается автор. Есть рисунок. Один дедушка, старый казак такой, в больнице лежал. И у нас был со мной в палате дедушка лежал, такой уже подслеповатый, немножко уже глуховатый. Вот, Василий Алексеевич. Его когда звали, у него походка такая была. Я сидел в коридоре, смотрю на него, и у меня как-то рисунок сразу возник. У меня здесь нет его, но он как бы стоит, дедушка, казак старый, через ладони смотрит вот как бы на своих внучков. Островок казачьей культуры расположился в Зале искусств в библиотеке Маяковского. Свои работы горожанам Александр показывает во второй раз. Здесь можно не просто оценить мастерство автора, но и познакомиться с жизненными историями этих людей. А для тех, кого интересует история культура казачества, сотрудники библиотеки подготовили специальную литературу. Некоторые издания Александр передал в дар Маяковке. Как писал Патто, есть такая книга двоверка к терскому казачеству, он писал, что сами горцы говорили, что военное укрепление, оно похоже на камень. Вот он стоит, камень, ну пройдут дожди, подует ветер и камень смоет. А казачья станица – это дерево, которое растет, укрепляется корнями, дает плоды. Выставку «Где казак, там и слава» можно посетить в часы работы библиотеки. Возрастное ограничение 12+. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.